Для того, чтобы быть уверенной в своём здоровье, женщине нужно один раз в год посещать врача-гинеколога. Почему? Потому что некоторые патологии протекают бессимптомно. Такие, например, как полипы или изменение эндометрия матки. И подробнее на эту тему мне хотелось бы поговорить прямо сейчас вместе с нашим экспертом, врачом-гинекологом, хирургом Верой Коренной. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Вера, скажите, пожалуйста, как часто встречается эта патология и как правильно она обозначается? Вообще изменения эндометрия, которые мы можем диагностировать, они делятся на две категории. Это доброкачественные изменения и недоброкачественные изменения. Сегодня наш интерес будет направлен на доброкачественные изменения. И это может быть полип эндометрия, то есть локальное утолщение эндометрия. Или так называемая гиперплазия эндометрия, когда весь эндометрий в полости матки структурно меняется, становится более толстым, не соответствует нормальному своему строению. И понять, что это за проблема, к сожалению, очень часто бывает невозможно, даже используя ультразвук, и нам в помощь здесь приходит гистероскопия, выполняя которую мы можем определиться, что у женщины – полип или гиперплазия. Давайте для начала определимся, из-за чего может возникнуть эта патология, кто находится в зоне риска. Если мы говорим о гиперплазии эндометрия, то основная причина в её возникновении – это изменение в работе яичников, когда количество эстрогенов, женских плавых гормонов, в организме женщины слишком долго пребывает на высоком уровне. В этой ситуации весь эндометрит начинает структурно меняться, слишком сильно нарастать, и, соответственно, в группе риска находятся женщины старше 45 лет, женщины, принимающие неконтролируемые гормональные препараты, содержащие эстрогены, женщины, страдающие бесплодием, или женщины, у которых отсутствует эвуляция. Если мы говорим о полипах, то здесь в основе этого заболевания лежит в меньшей степени гормональный дисбаланс и в большей степени изменение одной клетки в эндометрии, которая генетически становится чужеродной своему организму и начинает реагировать на гормональные изменения более бурные, начинает расти быстрее. И в группе риска здесь, к сожалению, я не могу выделить, что находится какая-то определенная группа женщин, потому что, в принципе, все мы входим в эту группу риска. Возраст старше 45 лет считается наиболее частым, когда мы выявляем полипы эндометрия. Вера, насколько мне известно, полипы тоже бывают разными, имеют разную локализацию, разную структуру, но, как правило, их обнаруживают врачи-гинекологи при ультразвуковом обследовании. Вот на какой день цикла нужно прийти к врачу, если есть подозрения на эту проблему, чтобы ее обнаружить? Полипы действительно бывают разные. Они могут располагаться в теле матки, они могут располагаться в шейке матки. Если полипы, которые располагаются в шейке матки, мы иногда можем увидеть просто при обычном осмотре, и здесь день цикла не играет большую роль, то полипы, которые находятся в полости матки, мы можем видеть только на УЗИ, и оптимальные дни, в которые сделать нужное ультразвуковое исследование, это пятый-девятый день менструального цикла. Может ли полип переродиться в злокачественное новообразование? Да, безусловно. Когда мы говорим о проблемах в эндометрии, мы всегда насторожены с точки зрения онкопоиска. Мы всегда предполагаем, что то изменение, которое в эндометрии произошло, неважно, что это гиперплазия или это полип, оно может оказаться недоброкачественным, и при очень большом длительном сроке наблюдения существования полипа постепенно он может действительно стать сначала, нести в себе элементы предракового заболевания, либо это может быть аденокарцинома эндометрия, когда об щадящих органосохраняющих методов лечения мы, к сожалению, не говорим, потому что в этой ситуации мы вынуждены, как хирурги, быть более радикальными, чем хотелось бы пациентам. Какой метод лечения является самым эффективным при данной патологии? Золотым стандартом уже много лет является гистероскопия. Гистероскопия – это исследование полости матки очень тонкой камерой, которая выводит изображение на монитор. Под контролем этого изображения мы можем прицельно удалить полип, не выполняя тотального выскабливания полости матки, то, что страшит очень многих, особенно нерожавших женщин. Из новинок, которые есть в нашем арсенале, это так называемые офисные гистероскопы или мини-гистероскопы, позволяющие удалить полип без наркоза. Их диаметр очень небольшой. Если вы обратите внимание, его диаметр в среднем составляет где-то до 3 мм. При таком диаметре гистероскоп может быть введен через шейку матки в полость матки без наркоза. Полип визуализирован, захвачен либо щипцами маленькими, либо ножничками и удален. Если мы говорим о более классических вариантах, это так называемый гистерорезектоскоп. Это инструмент, в котором внутри интегрирована вот такая вот петля, которая позволяет подхватить полип и срезать его основание тоже, опять-таки, одним движением. Это классический гистероскоп, то, что я сейчас держу в руках. Есть, опять-таки, новинка. Есть гистерорезектоскоп, который позволяет его провести в полость матки, опять-таки, без наркоза. Эта процедура легко пациентками переносится. А вот такой гистероскоп, это только под наркозом? Вот этот классический гистерорезектоскоп, да, он используется у пациентки под наркозом. Наркоз внутривенный, процедура занимает по времени от 5 до 15 минут в среднем. И есть еще третий вариант инструмента. Это так называемый шейвер, который позволяет удалить полип просто за счет вращения маленьких зубчиков на кончике инструмента. Это является одним из наиболее таких современных вариантов оборудования. сказать, что один или второй или третий вариант имеет какие-то определенные преимущества сложно. Всегда все определяется тем, какой хирург, как он владеет тем или иным оборудованием. Наша студия сегодня превратилась в мини-операционную. И мы хотим продемонстрировать, как непосредственно проводится операция удаления полипов. И я вот попрошу вас, Вера, рассказать и показать нашим зрителям себе. С большим удовольствием. Итак, я как раз покажу пример удаления полипа, используя офисный гистроскоп, тот самый гистроскоп, который не предполагает использование наркоза. Подводим его к шейке матки. Проводим его по так называемому цервикальному каналу. Это канал внутри шейки матки. И попадаем в полость. Если вы обратите внимание, то все стенки матки в норме, розовые и гладкие. И вот мы с вами видим красноватое округлое образование. Так обычно выглядит полип эндометрия. Используя небольшие маленькие щипчики, их размер очень небольшой, то есть их рабочая часть примерно, опять-таки, 3 мм. Не смотрите, что на мониторе они выглядят большими. Это просто увеличение камеры. Мы подводим щипчики к основанию полипа, захватываем его и удаляем. Выходим из полости матки. Я знаю, что некоторые врачи выбирают такую тактику, чтобы не удалять полипы размером меньше 5 мм. Вот как вы относитесь к такой стратегии? Вот стоит ли ждать, пока полип вырастет, и после этого удалить? Или нужно удалять даже самые мелкие? Если мы говорим о женщине, планирующей беременность, то независимо от размеров полипа, этот полип должен удаляться, потому что он может выступать как причина бесплодия, как причина ненаступления беременности. Если это молодая девушка, у которой полип найден впервые по ультразвуку, это какая-то случайная находка, которая себя никак не проявляет, никаких кровенистых выделений у пациентки нет, то на протяжении нескольких месяцев возможно наблюдение. Если сомнения остаются, что все-таки полип в полости матки есть, то выполнение как раз офисной гистероскопии позволяет решить вопрос, нужно удалять полип или нет. И что важно, что помимо диагностики, помимо подтверждения диагноза, да, полип есть, мы можем одномоментно его брать и удалить. Как проходит период реабилитации у женщины? Какой промежуток времени он обычно занимает? И какое медикаментозное лечение, возможно, вы назначаете в этот период? Сам хирургический этап обычно занимает один день. Пациентка приходит в клинику, мы удаляем полип или гиперплазию, в этот же день она уходит домой. Есть рекомендации на ближайшие 10-14 дней воздержаться от приема ванны, посещения бассейна, сауны, определенные ограничения есть со стороны интимной жизни. Через 10-14 дней все эти ограничения снимаются, мы получаем уже гистологию, и мы знаем, что за проблема в полости матки у этой пациентки. И если проблема гормонозависимая, то в такой ситуации наши назначения будут направлены на коррекцию этих гормональных нарушений. Если это не гормонозависимая проблема, такая, как, например, полип, то гормональное лечение в подавляющем большинстве случаев пациенткам не показано. И вообще в этом смысле все проблемы полипа уже снимаются, пациентка совершенно спокойно может быть направлена домой под наблюдение врача женской консультации и явиться на контрольный осмотр через год. Дорогие женщины, будьте предельно внимательны к своему женскому здоровью и вовремя посещайте специалистов хотя бы раз в год с профилактической целью. Вера, спасибо вам большое, что были у нас сегодня в гостях и за полезную информацию. Ирина, спасибо вам. И не болейте. А мы вернемся к вам сразу после короткой рекламы.